Как дела? Меня зовут Саймон. И в этом видео я пошагово покажу вам, как настроить свою первую компанию Google Ads. Так что давайте не будем терять время и начнем прямо сейчас. Итак, первый шаг перейти на ads.google.com, а затем нажать кнопку начать сейчас вот здесь. Затем вам нужно создать учетную запись Google Ads. Либо войти в существующую учетную запись Google, либо вы также можете просто нажать создать учетную запись, а затем создать свою учетную запись Google Ads, используя любой адрес электронной почты. После того, как мы вошли в нашу учетную запись, мы спускаемся сюда и нажимаем переключиться в экспертный режим, чтобы получить все параметры для нашей компании. Затем здесь мы собираемся нажать создать компанию без указания цели, потому что опять же мы хотим сохранить полный контроль над нашей компанией. Здесь мы можем выбрать тип нашей компании. Итак, в этом видео мы собираемся создать простую поисковую компанию с текстовыми объявлениями, которые появляются, когда люди вводят определенные ключевые слова в Google. Итак, мы вернемся сюда и нажмем поиск. А затем мы должны определить результат, который мы хотим получить от нашей компании. Сейчас в моем примере я просто отправлю людей на определенную целевую страницу с предложения. Так что я просто нажму здесь посещение веб-сайта, а затем вставлю свой URL адрес. Затем мы нажимаем продолжить в правом нижнем углу. Теперь здесь в настройках компании мы должны сначала дать нашей компании имя. Я просто назову ее поисковая компания версия 1. А также отключу поиск в контекстном медийной сети, потому что вначале мы хотим, чтобы наши объявления показывались только в поисковой системе Google, а не в каких-либо других сетях. Теперь давайте прокрутим вниз и нажмем показать дополнительные настройки. Здесь мы можем установить дату начала и окончания нашей компании. Так что если вы хотите запустить свою компанию только в определенное время, вы можете установить здесь время. И затем у нас также есть расписание объявлений. Поэтому если вы хотите показывать свои объявления только в определенные дни или в определенное время, вы можете установить это время вот здесь. Теперь перейдем к таргетингу и сегментам аудитории. В разделе местоположения вы можете определить местоположение, в котором будут отображаться ваши объявления. По умолчанию здесь установлено Соединенное Королевство. Но если бы я хотел продавать людям, например, в Соединенных Штатах, Я мог бы просто перейти сюда, нажать «Ввести другое местоположение», а затем «Ввести Соединенные Штаты» вот здесь, а потом я нажму на «Соединенные Штаты». И теперь мои объявления будут показываться только в Соединенных Штатах. Затем мы также хотим перейти к параметрам местоположения, вот здесь, а затем в разделе «Цель» мы хотим изменить ее с «Присутствие» или «Интерес» на «Присутствие», иначе ваши объявления также будут отображаться для людей, которые заинтересованы в местоположении, на которое вы ориентируетесь, что на самом деле не имеет смысла, если вы хотите отправить им продукты или если вы хотите работать с ними в этом конкретном месте. Теперь давайте перейдем к языкам. Здесь вы можете просто использовать язык ваших клиентов, который также является языком рекламы, которую мы создадим позже. Мы пропустим сегменты аудитории и сразу перейдем к бюджету и ставкам. В разделе бюджет мы хотим сначала выбрать валюту, которой мы хотим платить Google за наше объявление. Так, например, если вы живете в Соединенных Штатах, то вы, вероятно, захотите выбрать доллары США. Здесь мы можем установить наш средний дневной бюджет. Я установлю его на 10 долларов, что означает, что в среднем в течение месяца он не будет тратить больше 10 долларов в день. Иногда он тратит чуть больше 10 долларов, иногда чуть меньше, но в течение всего месяца в среднем он не будет тратить больше 10 долларов в день. А затем в разделе ставки мы собираемся настроить их так, чтобы сейчас сосредоточиться на кликах, потому что у нас еще нет данных в нашей учетной записи. Позже, когда вы установите отслеживание конверсий и получите некоторые данные, вы сможете изменить это, чтобы оптимизировать конверсии. Тем не менее, мы также собираемся установить максимальную цену за клик, которая будет максимальной суммой, которую нам придется платить за один клик. Это не значит, что вам придется платить так много, но вы никогда не будете платить больше, чем указано здесь. Так что я собираюсь установить 2 доллара. А затем мы перейдем к расширениям объявлений. Итак, расширение объявлений это просто дополнительные ссылки и текст в вашем объявлении, которые в общем делают ваше объявление больше, что дает ему больше места в Google. Что обычно приводит к более высокому рейтингу кликов, что действительно помогает в Google Ads. Поэтому я настоятельно рекомендую настроить эти расширения объявлений. Поэтому я бы определенно установил эти расширения боковых ссылок прямо здесь, которые являются просто ссылками, ведущими на разные страницы вашего сайта. А затем также настройте расширение Callout прямо здесь, просто перечислив некоторые дополнительные преимущества, а также структурированный сниппет. Теперь для конкретных предприятий также имеет смысл добавить номер телефона. Таким образом, вы можете добавить расширения для звонков или просмотреть эти расширения прямо здесь, что может иметь смысл для разных компаний. И не волнуйтесь, если вы не хотите делать все это сейчас, вы всегда можете настроить их позже, когда создадите свои объявления. Так что теперь давайте нажмем сохранить и продолжить. Итак, здесь мы собираемся настроить наши группы объявлений. И мы собираемся настроить их так, чтобы для каждой конкретной группы объявлений мы ориентировались на конкретное намерение наших клиентов, Чтобы позже мы могли создавать объявления, которые очень релевантны ключевым словам, на которые мы ориентируемся Допустим, например, у меня есть бизнес по разработке сайтов Поэтому для первой группы объявлений я мог бы просто настроить таргетинг на людей, которые ищут адаптивный веб-сайт А затем для второй группы объявлений я могу настроить таргетинг на людей, которые ищут сайт бронирования И чтобы вы могли видеть, для каждой группы объявлений мы просто будем использовать ключевые слова, связанные с этим конкретным поисковым намерением Итак, для нашей первой группы объявлений, давайте настроим таргетинг на людей, которые ищут адаптивный веб-сайт. Поэтому я изменю название с группы объявлений 1 на веб-сайт плюс адаптивный, чтобы всегда знать, о чем эта группа объявлений. А затем в разделе ключевые слова мы хотим определить все условия поиска, по которым должно отображаться наше объявление. Итак, чтобы найти наши ключевые слова, мы можем просто ввести основное ключевое слово прямо здесь, в качестве начального ключевого слова. Итак, я просто наберу адаптивная разработка веб-сайта, а затем нажму получить ключевые слова. И тогда Google выдаст мне все ключевые слова, которые, по их мнению, связаны с тем, чем я занимаюсь. И теперь в качестве второго шага я собираюсь просмотреть все эти ключевые слова и удалить все те, которые, по моему мнению, не имеют того же поискового намерения, что и я. Так, например, адаптивный веб-дизайн Udemy, вероятно, не будет поисковым запросом, который приведет меня к покупателю. Потому что Udemy – это платформа курсов, и люди, которые вводят это, вероятно, ищут курс о том, как создать адаптивный веб-сайт, и они не ищут фрилансеров. Итак, теперь я сузил все ключевые слова до тех, которые, как мне кажется, имеют за собой намерение найти кого-то, кто может создать адаптивный веб-сайт, что я и предлагаю здесь с этими объявлениями. Итак, теперь мы просто скопируем все наши ключевые слова, а затем перейдем на сайт под названием Keyword Match Type Tool, где мы можем просто вставить их прямо сюда. А затем мы пойдем на правую сторону и выберем фразовое соответствие и опцию точного совпадения. И затем мы нажмем на «Создать список ключевых слов». А затем мы просто скопируем все это, вернемся в нашу учетную запись Google Ads и просто вставим их прямо сюда. Итак, что мы только что сделали, так это заключили в скобки и кавычки ключевые слова, которые представляют разные типы соответствия. Потому что всякий раз, когда вы заключаете ключевое слово в скобки, это означает, что ваше объявление будет отображаться только тогда, когда люди вводят это точное ключевое слово или что-то, что означает то же самое. И затем, если вы поместите кавычки вокруг своего ключевого слова, это означает, что ваше объявление также будет отображаться, когда люди вводят это ключевое слово вместе с какой-либо фразой. Так, например, если кто-то введет «Я ищу кампанию по разработке адаптивных веб-сайтов», тогда ваше объявление также может появиться. Вы также можете использовать широкое соответствие, что означает, что они ничего не будут добавлять к вашему ключевому слову. Однако я не рекомендую этого делать, потому что тогда ваше объявление будет показываться почти по всему, что связано с вашим ключевым словом. Так что я просто удалю это снова. Итак, теперь мы в основном закончили с нашей первой группой объявлений. Поэтому, если мы захотим, мы можем создать больше групп объявлений, просто добавив новую группу объявлений прямо здесь. А затем, для второго примера, мы могли бы пойти на другое намерение. Возможно, мы хотели бы ориентироваться на людей, которые ищут веб-сайт для ресторана. Тогда мы просто назовем группу объявлений «Веб-сайт плюс ресторан», а затем проделаем тот же процесс, что и раньше. Теперь, чтобы сэкономить время, я снова покину эту группу объявлений, и мы перейдем к следующему шагу, нажав «Сохранить и продолжить» прямо здесь внизу. И теперь мы, наконец, можем создать объявления для каждой отдельной группы объявлений. Таким образом, здесь вверху вы всегда можете увидеть, для какой группы объявлений вы в данный момент создаете объявление. Затем, во второй строке, у вас есть несколько советов от Google. Вам не нужно обращать на них слишком много внимания, если честно. Затем, в разделе «Предварительный просмотр» вы можете увидеть, как ваше объявление выглядит в настоящее время в мобильной версии, а также в версии для настольных компьютеров. А затем, здесь, слева, мы можем ввести все детали для нашего объявления. Итак, в разделе «Конечный URL» вы хотите указать веб-сайт, на который вы будете отправлять людей, когда они нажимают на ваше объявление. Так что оптимально, если это будет ваш продукт, ваша реклама или ваша услуга. А затем, в разделе «Показать путь» здесь мы можем ввести путь, который будет отображаться в объявлении. Таким образом, это не обязательно должен быть фактический URL-адрес вашего веб-сайта. Для пути отображения я рекомендую вам использовать некоторые ключевые слова, которые вы собираетесь использовать с этой конкретной группой объявлений. Поэтому я только что добавил «Отзывчивый веб-разработчик». Теперь давайте перейдем к заголовкам. Таким образом, с вашими заголовками вы должны быть очень конкретными в отношении продукта или услуги, которые вы предлагаете. Итак, я только что поместил 4 или 5 заголовков, описывающих то, что я предлагаю. И затем я также указал некоторые возражения или болевые точки, которые могут возникнуть у людей, которые ищут эту услугу. А затем для некоторых заголовков может иметь смысл сказать Google, что они должны показывать их только на третьей позиции. Так, например, для 100% гарантии возврата денег, я не хочу, чтобы Google показывал это на первой позиции, потому что именно там я должен объяснять, что такое мой продукт или услуга. Итак, что я могу здесь сделать, так это просто перейти к значку булавки рядом с этим заголовком, а затем нажать «Показать только в третьей позиции». И тогда Google покажет этот заголовок только на третьей позиции. А сейчас давайте перейдем к описанию объявления. Для ваших рекламных описаний вам действительно не нужно слишком много думать, потому что большинство людей на самом деле не читают описание, они просто просматривают его. Поэтому я рекомендую просто использовать как можно больше символов, чтобы сделать ваше объявление максимально большим. Также используйте некоторые ключевые слова, а затем также используйте некоторые числа, потому что люди как бы тяготеют к ним, и это также может увеличить ваш рейтинг кликов. И вот мы закончили настройку первой группы объявлений. Теперь мы можем сделать то же самое со всеми другими созданными нами группами объявлений. В этом примере я создал только одну группу объявлений, поэтому теперь я могу нажать «Сохранить и продолжить». И теперь, после того, как вы ввели здесь свою платежную информацию, Google проверит ваши объявления. И тогда, если они будут одобрены, ваша компания будет готова к работе. Теперь, если вы хотите узнать больше о Google Ads и точно знать, как платить как можно меньше за максимально возможное количество клиентов, то обязательно посмотрите видео вот здесь. Это мое полное и подробное руководство по Google Ads, в котором я делюсь множеством советов и примеров. Не забудьте поставить лайк и подписаться. И я с нетерпением жду встречи с вами в следующем видео.